Практически все, кто находились на территории, переместились в местный медпункт, который оборудован всем необходимым для безопасной вакцинации. Холодильник есть, квалифицированный врач присутствует, вакцины достаточно. Тут сакральный момент вакцинации. Чем вы сейчас человеку укололи? Каким препаратом? Спутник ВИИ. Гамм-ковид-вак. Скажите, как ощущение, вот вас только что укололи? Больно, терпимо? Да нет, нормально вроде все. Как обычный укол. Как уверяет врач, проводящий вакцинацию у лагеря нормально будет и дальше. Процент людей с побочками минимальный, а тут и вовсе не было ни единого случая. Раньше не сделала этого, потому что не было возможности. А сейчас из-за того, что я работаю с детьми, плюс люблю путешествовать, я посчитала, что это необходимая мера предосторожности. Это очень удобно, не пришлось никуда идти, что-либо искать, за что-либо платить. Процедуру в лагерях проводят по отработанным правилам. Сначала осмотр терапевта, затем сам укол. Потом 30 минут посидеть, понаблюдать за реакцией. Вакцинируемые выдали памятку, как себя действовать при осложнениях или побочных действиях вакцины. И определились дату повторной вакцинации. Это через 21 день. Если у нас сегодня 28 число, то 19 июля будет повторная вакцинация. Естественно, мы, наверное, приедем сюда. Елена Фелькина, директор лагеря, заметила. Особое внимание уделяется именно комплексной безопасности места отдыха. Камеры видеонаблюдения по периметру и на территории. Пост охраны, въед полиции два раза в сутки. С коронавирусом добавилось разве что новое десредство для мытья полов. Обязательная ПЦР, термометрия и, конечно, социальная дистанция. Мы сейчас начали требовать справки на антитела. То есть, если раньше мы верили на слово, переболел молодец, то сейчас все сдают на антитела. И если антитела низкие, мы опять-таки направляем на прививку. Ну, вы знаете, что прививка у нас добровольная. Но на следующую смену я не брала тех, кто отказывается от прививки. Мы просто выбирали других людей, кто согласен прививаться. Потому что все-таки, на мой взгляд, это социальная ответственность. В первую смену задействовано 22 загородных оздоровительных лагеря. В них отдохнуло почти 3,5 тысячи детей. Более 23 тысяч проводили время в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Вторая смена действительно у нас началась. Меньшее количество лагерей с дневным пребыванием. Если в первую смену у нас было их 354, то во вторую смену вышло 92 лагеря пришкольных. Но это и объяснимо, потому что мы с вами уже параллельно вступили в период подготовки школ к новому учебному году. Самое приятное в летнем отдыхе этого года – кэшбэк. 50% о стоимости путевки. Его вернули уже более 2,5 тысяч родителей.